У кого есть свободное место, поднимите руку, пожалуйста. Рядом с ним есть свободное место. Сзади, в заднем ряду, место есть, я вижу, раз. В заднем ряду, в середине одно место. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, друзья, у нас тут пока подготовка, я прямой эфир оставлю, сейчас мне надо чуть-чуть отлучиться. Сейчас скоро приду. Да, это там наши ребята, кстати. Можешь привет, какая передать? Прямой эфир. Ребят, всем привет. Полный аншлаг, я не ожидала такого мероприятия. Посмотрите, сейчас я на 600, находится здесь. Жаль, что вас здесь нет. Очень здорово здесь. А-а-а-а... 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 А-а-а... А мне видео не хватит. 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 Мест? Нет. Кто-то будет стоять. Город Москва. Обучающий институт. Город Москва. Город Москва. Город Москва. Роман, помашите ручкой Сегодня выступят три члена совета директоров Три долларовых миллионера Так что друзей, своих знакомых В смысле партнеров, давайте ссылки, подключайтесь, будет интересно Сейчас выступит наш наставник, мой наставник непосредственный Наталья Шевелла Сейчас начинаем Дамы и господа, здравствуйте Как настроение у вас? Молодцы, какие вы бодрые Вас очень много, компания растет И это не может не радовать А давайте проверим, кто же у нас здесь собрался Кто у нас сюда приехал из Казахстана? Поаплодируйте Украина, кто у вас из Украины? Я! Отлично, молодцы Беларусь Аплодисменты, покажите сюда Ютуб Ютуб на моем сценарии Есть еще кто-то из стран, на которых не назвали? Поаплодируйте Альмения Альмения Конечно Альмения Евгения Есть? Нет Отлично Нимляндия Даже есть Германия Германия Еще ставки Альмения Ставки Америка Америка Супер Америка Класс Что еще? Испания Молдавия 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 Отлично Давайте все вместе тогда еще раз Альмения Вы молодцы Молодцы Спасибо вам за терпение То, что мы все организовались Нас ждут плодотворные часы Общения с нашими лидерами И мы все знаем Ради кого мы сюда пришли Это наши звезды Наши члены с директором Ольга, Наталья, Салтанат И давайте уже я передам слово Нашему первому спикеру Несравненному члену совета директоров От Украины Наталья Шевелла Привет Всем добрый день А что так сидит? А что так сидит? Все остальные и не обедали что? Да? Хорошо У меня действительно выпала честь Начинать это мероприятие Это, во-первых, одно из первых мероприятий Которые будут проходить по трем городам Это Москва Москва открывает этот такой тур Такой марафон Членов совета директора Робин Крузес Второе завтра будет Минск И послезавтра будет Гиев Меня зовут Наталья Шевелла И сейчас вы видите на мониторах экрана Мой такой слоган Который мне очень близок Да? Свобода моя религия Сегодня мы с вами будем говорить о свободе О свободе каждого из вас Сегодня мы с вами поговорим Я бы хотела донести вам очень интересную информацию Потому что знаю, в зале есть люди Которые сетуют на то, что что-то не получается Что-то не срастается Есть такие? Нет Да? Есть, есть, есть Да, да, да Сегодня я хочу вам приоткрыть То, почему это происходит Скажите, пожалуйста, дорогая колерка Вы меня хорошо слышите? Да, да, да Что-что? Левая колонка Первая колонка не работает? Левая А, левая Вот та, да? Хорошо Оператор, та колонка не работает Понятно? Так И я действительно очень рада вас приветствовать Я приветствую все города Российской Федерации Я приветствую все страны, которые есть здесь в этом зале Я приветствую всех лифт-партнеров, которые сидят на первом ряду Всем даже места не хватило Кого-то там где-то посадили, знаю, на задворках Великой Империи Танечка, ты где? Ага, я поняла Во втором Хорошо Я вас всех приветствую И хотела бы вас сегодня поздравить с этим знаменательным днем И немножечко поговорить о том, что же такое свобода Скажите, пожалуйста, кто из вас знает Вернее, кто еще не знает, что такое или кто такой член совета директоров Кто не знает Есть такие люди в зале? Замечательно Хорошо Я тогда начну вот со следующего слайда Знаете, у нас в компании есть потрясающий маркетинг-план И он меня очень всегда удивлял, удивляет А буквально где-то год назад он меня удивил другим Представляете, вот я в компании Intrusis Фактически работаю, сейчас скажу два слова о себе С первого февраля 2017 года Хотя я была зарегистрирована в октябре 2016 как клиент В ноябре был промышлен компании, я пригласила пять человек, за которые я получила 500 долларов Потом в декабре из моих приглашенных два ушли, из моих пяти, да? Я поняла, что это не бизнес, я не собиралась его разбивать Хотя потом твоя коллега Диана говорит, Наташа, давай будем разбираться в инкрусе Все равно Новый год на носу, декабрь, январь, и вот мы разбирались Естественно, во время наших почему вопросов очень многих участвовали все наставники Это и Юля Разница, мой непосредственный наставник И Рома Дрига, и Наташа Колесникова, Иоля Ра, Ирина Аронец, да? Которые отвечали на все наши почему Поверьте, тогда почему было больше, чем сейчас Потому что тогда еще 12 человек только были в круизах Тогда еще не до конца сайт был на русском языке Тогда на вебинаре ходило по 8-15 человек То есть и почему было очень много, да? И вот когда все почему у меня лично сложились в логический ряд Это было 25 января Как сейчас помню эту дату 2017 года Я приняла решение, что 1 февраля 2017 года Мы начинаем развивать этот бизнес серьезно Стартовала я 1 февраля, у меня было 3 человека В первой линии, да? У меня у Тамары Тонс было 2 человека В ней подписано У Дианы Борщенко 4 Вот с этим огромной командой Мы начали наш путь в Вингрузы, да? До 1 февраля 2017 года Вы знаете, я даже не понимала, как строить этот бизнес Но мне очень нравилось много позиций Вингрузов Первое, я влюбилась вообще изначально, я пришла как клиент Я влюбилась в сам продукт Круизный отдых, потому что пришла на Диснейлендерский круиз Мне это было близко Мне это было важно И для меня это было самое то, что мне надо было, как бабушки Да? Вот здесь же бабушки, дедушки в зале Поэтому я вам рекомендую Вопреки и не взбирая Накапливать и выезжать И везти ваших детей, семейно, хороший отдых, да? Ну знаете, когда я разобралась в маркетинг-плане И когда я об этом сообщила вышестоящему оплайну Я такая, знаете, я максималист в жизни Есть люди в зале максималисты? Есть А почмучки есть? А непознательные есть? Образающие себе вызов есть? А люди, которые точно, точно знают Как им взять высоту Есть? Супер Вы посмотрите, сколько бортов Борт-директоров, да? Ползала сидит борт-директоров Вот взяли таких же людей, да? Я сообщила своим наставникам Что по всем моим просчетам По всем поправкам на ветер По итогам декабря 2017 года Я выйду на доход 15 тысяч долларов в месяц Как это? Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах Естественно, все посмеялись Почему? Потому что уважаемая Оля Ра Уважаемая Ира Аронец Это люди, которые начинали этот бизнес Они когда зарабатывали 3-4 до 5 тысяч долларов в месяц И тут я, Кась, Наталья с Украины А тем более Наталья вместе со своей командой Я задавала много вопросов И всегда говорили наставники моим Непосредственным наставникам Роману и Юле Где-то их взяла, да? Потому что у нас было действительно Очень много вопросов И знаете, тут я заявляю об этом Люди, которые начинали Имеют в три раза меньше Четыре, да? Чем то, что я заявила Но я это просчитала И все случилось Но только не в декабре 17-го А по итогам января 18-го Да? Я вышла на то, на что я выступила Знаете почему? Смотрите Гуманность, инкрузис во многом Не хочу сказать во всем, но во многом Я без фанатизма работаю в этой компании Чтобы вы понимали Очень осознанно веду этот бизнес И я четко понимаю Что я рисую И когда каждый из вас из партнеров Заглянет на страничку бонусы И когда каждый из партнеров Посмотрит на название бонусов Да? В нашем маркетинге То вы увидите одну вещь Знаете, когда мне пришло Вот до конца осознания Год назад Представляете? Маркетинг-директор Зарабатывает 300 долларов в месяц Он называется Автомобильный бонус Я себе долго задавала вопрос Почему автомобильный бонус? У нас нет автомобильной программы Оказывается, мои хорошие Для того, чтобы нормальный человек Нормально жил У него 300 долларов Плюс-минус Среднестатистическая цифра Денег, которая уходит на заправку автомобиля Если он у него есть Или на пользование Такси Понимаете? Это автобонус Это И сейчас задавайте себе В след вопрос Сколько вы зарабатываете Автобонусов в месяц? Или один? Тогда какой автомобиль Вы заправляете? Да? Следующий бонус Это бонус путешествий Он у нас расчисляется в 1000 долларов Если брать по лидерскому бонусу Да? Это 1000 долларов в месяц Гласит о том, что Человек может с этой 1000 Уже себе по чуть-чуть откладывать На то, чтобы поехать в путешествие Один-два раза в году Да? Следующий бонус Региональный директор Это 2500 долларов А теперь внимание Уважаемые гости Дорогие лидеры Уважаемые партнеры Бонус финансового соответствия 2500 долларов Это бонус Который по всем показателям По всем показателям Только при доходе 2500 долларов в месяц Вы будете соответствовать тому Что вы человек Понимаете я о чем? 2500 долларов По всем законам природы Вам хватает на то Что вы могли себе позволить То, что вы хотите купить То, что вы хотите съесть На чем вы хотите ездить Понимаете? Где вы хотите отдохнуть Это бонус Финансового соответствия Того Что ты человек Человеком человек Понимаете или не понимаете? У кого доход больше 2500 долларов По-честному А у остальных 10 Да, я правильно понимаю? Отлично Отлично Я просто говорю По всем показателям Человека То есть ему надо 200, 300, 400 долларов На задержание автомобиля Ему надо На путешествия Ему надо На расходы Ему надо На квартиру Ему надо Одеться Обутся И так далее Это 2500 долларов В месяц Классно? Перфектно А дальше смотрите Национальный директор Люкс-бонус Это бонус Который Сколько? 5 5000 долларов Это то есть Люкс-бонус Когда вы можете Позволить себе Больше Да? Уже А знаете Скажите Кто из вас Считает себя Свободным? Получательно Отлично Бонус Свободы Наступает Имеется ввиду Разные Свободы Я хочу Чтоб каждый Из вас Понимал Не деньгами Меряется Жизнь Да? Не деньги Главное А деньги Это инструмент Который Вам позволяет Осуществлять Ваши мечты Так вот Дорогие мои Бонус Свободы Нам Только Начинается С доходом 10 тысяч Долларов В месяц Понимаете О чем я говорю? Что вы сегодня Готовы Сделать Чтобы быть Свободными? Что вы Готовы Сделать Чтобы быть Свободными? Знаете Что я Делала Вам интересно? Да Отлично И вот Смотрите Дальше Не буду Вам Независимости Это 25 тысяч Долларов Ну бонус Мечта Жизни Это 55 тысяч Долларов В месяц Это Понятно Да Я Очень бы Хотела Чтобы Вы Все Таки Проработали Вот Просто Даю Вам Такое Маленькое Задание Проработайте Дома Вот Эти Вот Все Названия Бонусов Они У вас Есть В кабинете Посидите Себе Ответьте Любимому Да Не Можете Просто Ответить Зайдите В ванную Там У всех Есть Зеркало Оденьте Костюм Венеры И спросите Кто Или Адама Не важно И спроси Себя Зачем Пришел Да Вот Просто Нахишом С собой Поговорите Оно Очень Классно Работает Отвечаю Просто Очень Хорошо Работает Да И Знаете Действительно Свобода Как это Батарейки Сели Ага Не Сели А вот Знаете Я хотела Вам Рассказать О том Как Я Начинала Почему Для Меня Почему Я Достигла Почему Я Достигла Потому Что А Я Приняла Решение Б Я Договорилась С собой О чем Я Не буду Искать Причину Чтобы Не Делать Я Договорилась С собой Что Я Буду Каждый День Выполнять Те Или Иные Действия И Самое Важное Договорилась Со Своими Родными Близкими Я Сказала Ребята Не Трогайте Меня Год Потому Что Я На Год Отдаю Себя В Армию У Мне Есть Двое Внуков Дочь Зять Которые Мне Говорили Иногда Мама А ты Приготовила Кушать Я Говорю Нет Я В Армии Я Вам Честно Говорю Я В Киеве Очень Часто Дела Презентации В Зале И Мне Не Дадут С Отравить Братислава Открываю Компьютер Проектор А так У меня Дамино Спится Я Говорю Ребята Представляете Балушка В 5 вечера Вспомнила Что У них Не Кормили Заказала Дамино И поехала На Презентацию Потому Что У меня Целый День Не Закрывается Компьютер Телефон Разговоры Переговоры Я Назначаю Встречи Я Помогаю Людям И Так Далее И Вот Смотрите Сегодня Партнером Валентина Приходила Ко мне Где-то Видела Ее В зале Валечка Не обязательно Руку Подымать И Знаете Говорит Наташ Столько людей Встречалось И Вот Почему-то Нет Результата У кого Есть Такая Борь Вы Встречаетесь А люди Вас Не Слышат Да Жалко Что Вы Так Далеко Сидите Яркая В синем Девушка Блондинка Как Вас Зовут Виктория А Какая Ваша Мечта Да Вы Что А где Оно Находится На карте На Атласе Покажите Мне Теплое Море А там Теплое Море Называется А Смотрите Спасибо Вам За Вашу Смелость Я Уверена Что 90% Зала Если Я Спросила Сколько Вы Хотите Свободы Зарабатывать Много Ребят Цифры Много И Свободы Кнопки Нет В калькуляторе Теплого Моря Нет На Географии В Дате Календаря Отсутствует Скоро Или Ближайшее Будущее Понимаете Да О чем Я говорю Знаете Почему У вас Не Получается Вот Смотрите Многие Люди Почему Путают Свою Мечту Я Да С маркетингом Инкрузис Спрашиваю Что Хочешь Хочу Бесплатника Говорю Нет Ты Что Хочешь Хочу Маркетинг Директора Говорю Ты Че Хочешь Ну Я же Варю Что Хочу И Смотрят На Меня Знаете Как Вроде бы Я Что Недопонимаю Я говорю Подожди Ты Че Хочешь Вот Я Иду К людям Я Хочу Бесплатника Зачем Человек Что Что будете получать. И когда вы идете к человеку не со своим безоплатным членством, что вам надо, а когда вы идете к нему, спрашиваете у него, ты любишь путешествовать? Да. Слушай, ты был в круизе? Нет. Знаешь, что там в круизном отдыхе? Нет. Послушай, давай посмотрим двухминутный ролик. Давай. Включаете ему любой красивый лайнер. Влюбляете его в отдых. Рассказываете ему, что он получит в круизе. Продаете ему его выгоду. Показываете ему, мужчине. Знаете, как я люблю с мужиками? Мне, когда мужчины сидят в зале, все, гопать. Наташу понесло. Мужчины, как всем говорю, у вас круизный отдых, это просто бонус, который вы вытащили в вашей жизни. Представляете? Вы все заняты зарабатыванием денег. В той или иной мере. Вы жилова семьи. Правильно? Правильно. И когда вы раз в год идете в круиз с вашей женой или с вашей любимой женщиной, да? Представляете? Вам лайнер уже приготовил то, что вы ставите галочки за все недочеты дома. Потому что вы каждый день на лайнере жену приглашаете. в кинотеатр, на танцы, на дискотеку, в ресторан, на представление цирка дюселей. Представляете? И говоришь, дорогая, мы сегодня с тобой идем в ресторан. Дорогая одевает латицы, и вы гуляете. По камням, по ступенькам камней Сваровский. Как часто вы дома это делаете? А некогда. Мы же заняты в гонках. Представляете? А тут 7-10 дней у вас есть возможность сделать это и поставить себе или задним числом пробелок, или на пилот. Как вам больше нравится? У кого как. Скажите, пожалуйста, если вы к человеку идете с тем, что ему важно, он купит продукт, членство. Конечно. А вы идете к человеку с чем? С тем, что вы хотите быть безоплатным? Вы не будете безоплатными или если будете, то очень через долгое время. Понимаете? Пока вы не научитесь разделять, пока вы не научитесь идти к людям, к тем, что вы считаете, почему вы приняли решение Винкруза. Вам понравились круизы? Вы хотите отдыхать, путешествовать? Вы хотите увидеть мир? Так с этим идите к людям. А вы с чем идете? Вы идете к людям, рассказываете о Винкрузе. Зачем? Вы идете к людям, рассказываете о Майкле Хасисоне. Зачем? Это позже. Людям продайте их мечту, что они могут здесь. Вот понимаете, сегодня в нашей команде 121 страна, да? Два года и месяц, грубо говоря, да? 121 страна. 6 тысяч, 6 тысяч человек всего. У меня небольшая команда. Но хорошая. Следующий момент. Более 3 тысяч уже были в круизах. Представляете? 3 тысяч человек. У меня у Дианы, вообще в моей команде, было около полутора тысяч человек в круизах. У меня в Киеве женщина пришла 19 мая 2017 года. Понимаете? Я каждого партнера помню по датах, когда они пришли, с чем они пришли. Она пришла, Валя Мороз. 73 года женщина. Понимаете? Ну вот на то время она была, вы знаете, из рода бабушка. Сейчас она леди. Сейчас другой. Знаете, деньги не главное, но походку меняют. Понимаете? Она пришла поехать в круиз. Она очень хотела в Австралию. Круиз стоил на человека 2 700, 3 200, 2 900 в разных турагентствах по-разному. И она пришла уже с готовыми распечатками австралийского круиза. И она пришла, покажи мне эти же круизы, я ей показала. Она тут же проплатилась, она тут же за неделю привела 7 подружек. Извините, такого же возраста, как она. Я думаю, Боже, знаете, оказывается, они мудрые люди, когда они прислушиваются. В компьютере мама не горюй. Все. Я говорю, Валя, что будем делать? Она говорит, будем строить бизнес. Я говорю, как? Я говорю, знаешь, что есть один выход, привлечь тех, кто шарит. Они привлекли молодежь. Валя Мороз сегодня национальный директор с хорошим чеком более 7 500 долларов. Человек пришел поездить в Австралию. Она сейчас находится, она даже не попадет на мероприятие в Киеве, потому что она сейчас находится в 9-м своем круизе. Месяц назад ей было 74. Она пришла в Венгрузес 19 мая 2017 года. В 9-м круизе. Представляете, она подписала людей, которые очень этого хотят, которые хотели путешествовать. Те пригласили моложе людей, которые понимают в компьютере, которые знают чуть больше, чем они, которые тоже хотят путешествовать, но те еще хотели бизнеса. И у нее чисто случайно получился бизнес, потому что она делала что? Правильные шаги. Да? Я к чему? Я к тому мои хорошие, что каждый из вас сегодня в первую очередь должен понять, что вы хотите в жизни. Лично. Лично. Не важно. Сумочки Луи Витон. Личного массажиста. Личного косметолога. Где отдыхать? Сколько это стоит? Какую квартиру? Какую машину? Какое может быть вы хотите обучение, тренинги? неважно, вы должны это все оцифровать. Вы знаете, почему у многих людей получается, у многих не получается? У меня полностью оцифрована моя жизнь. То есть я ее ложу на цифры когда, что, сколько, почему. Когда я иду к человеку, я точно знаю, что я хочу. Знаете, я своим партнером всем рассказываю. Смотрите, вы встречались с человеком, и человек хороший, и вы вроде бы одеты неплохо, да? И поговорили, и понравились, а он не согласился, да? Я говорю, почему? Говорит, ну не знаю, это уже одиннадцатая встреча, и все, там 20 звонков, никто не... Я говорю, цель какая? А нету цели, нет результата, ребята. Понимаете? Вы знаете, что сегодня мы все живем на духовном уровне, Мы все считываем на ментале, знаете, как говорят, пришел, а на ментале не сошлись. Знаете, о чем я говорю? Кому откликается то, что я говорю? Есть такие люди в зале. Вы можете ходить на встречи и заходиться. Вы можете звонить и зазвониться. Вы можете этого даже не начинать делать до тех пор, пока вы не знаете зачем, почему и как. Вы знаете, в 2016 году осенью в моей жизни начинали происходить очень интересные моменты. Я никогда не делала профессиональные коллажи. А тут моя приятельница позвонила мне и говорит, Наташа, у нас есть Раиса, она так грамотно составляет коллажи. Я говорю, ну пойди послушай. Я пошла послушала, там надо было рисовать дерево какое-то. Ну мне, знаете, я вообще творческий человек такой, по натуре вообще педагог. Я рисовала там дерево, кроны, там столб, там корни, это рот, и там надо было соответствующие картинки, а потом нарисовать дерево, потом написать на ватмане большом, да, написать все свои цели. Я исписала ватман, в конце писала очень мазенький, но у кого есть только цели в жизни? Ватман, понимаете, да? Фрепчат. Знаете, в конце писала мазеньким, потому что не влазила. Я очень большая хотелка, а вы? Посмотрите, я всего хочу, у меня масса, у меня масса, сядьте, напишите, ваши хочу, но не включайте, знаете, доски у нас нет, да? Жаль. Смотрите, есть такое вот страшное существо, которое у нас живет вот здесь, и называется ум. Вот такое ничтожество с двух букв, которое обязательно вас вызовет, ой, ты об этом не думай, у тебя не получится. Танька там ходила, у нее не получилось, а ты не рыпайся. Ходи на работу, по трудовой, что ж ты будешь на пенсии, ну и так далее, будь как все. А есть другое, классное, светлое существо, которое живет тоже здесь, но оно непосредственно связано с этим. Понимаете? И оно называется разум. Это развернутый ум. Понимаете? И я вам, я вам просто рекомендую сегодня всем просто освободите ваши стаканы, отключите ваш ум, вот то ничтожество, да? Отключите его. Включите ваш разум. Включите его. Включите музыку, зажгите свечечки, просто отвлекитесь, уложите всех своих спать, чтобы никто не мешал, и сядьте, просто строчите ваши хотелки. Туфельки, сапожечки, костюмчик, там, спальню, гардеробчик новый, я не знаю, обучение в Энтони Робинсона, я не знаю, я не знаю, я хочу себе, например, красивую кровать с такой шикарной постелью, на которой я буду лежать, как, знаете, в красивом пеньюаре, там, ну, или в костюме Венеры, тоже ничего, да? И самое важное, когда вы будете это все писать, одевайте на себя самую важную одежду счастья, как вы будете себя чувствовать в ней, чтобы вас аж скулы сводило, да? Чего вы хотите? Упаси вас Божию в ваших желаниях писать. Хочу маме, хочу папе, хочу мужу, хочу детям. Знаете, самое страшное то, что когда человек не умеет жить ради себя, он начинает хотеть что-то сделать для кого-то. Понимаете? В этом очень большой страх. Потому что в Библии в большой таком справочнике жизни или справочнике человека, справочника мужа, жены, неважно, как вы это назовете, там написано сначала стань, потом получи. Сначала отстань, потом получи. Понимаете? Многие родители живут ради детей, а ради себя не научились жить. У меня был случай, я его рассказывала, но, наверное, вам расскажу, у меня есть одноклассница, Лена. И Лена очень хорошо одевалась в школе. Я не всегда себе могла это позволить. И так, знаете, у нас были такие умиры чуть-чуть в школе, да, там, ну, когда-то, ой, там, Таньке такая заколочка или такая юбочка. Вот. И знаете, всегда как-то ей завидовала. А потом, когда я повзрослела уже, я поняла другое. Смотрите, мама Лены работала на трех работах. Она себе там ходила с такой овощкой, помните, в клеточку, сетки были такие. И не всегда в тех сапогах или там не в той одежке. И когда мы шли со школы, как Ленка ее видела где-то впереди, она нас так, девчонки, пошлите, вот там вот пройдет. Я не понимала, почему. Потом она мне сказала, говорит, я стесняюсь, моя мама не так одета. А мама жила последнюю фуфайку, как говорят, ради дочери, да? Смотрите, что произошло. У Ленки была любовь. Они заканчивали институт, мама парализовала. Мама пролежала, когда Лене было 23 и ушла из жизни, когда Лене было 32. Лена не вышла замуж, Лена сделала аборт. Знаете, что Лена кричала на похоронах? Мама, лучше бы ты жила ради себя. Все понимают, о чем я говорю? Я знаете, к чему я это говорю? К тому, что вы идете к людям, вы ради себя не знаете, чего вы хотите, идете людям, что вы им несете. Не знаю, что. Понимаете, что вы им несете, что вы им можете дать. Сегодня кто любит школу, работа с возражениями? Видите, у тебя есть журнальчик? Сейчас принесу. Кто любит школу и работа с возражениями? Ого, еще раз подержите. А я ненавижу. Знаете, почему? Потому что, когда вы знаете, зачем, когда вы знаете ответы на все вопросы, когда вы знаете, делу, тогда у ваших людей автоматически никогда не будет возражений. И самое важное еще, когда вы выясняете потребности. Понимаете, я о чем? Возражения, школа возражений, это самое, что может не наесть, вот для меня, это утопия, потраченное время. Когда я владею темой, когда у меня есть аргументы, человек не может возражать, потому что я ему плавно перевожу его вопросы, его ответы. Согласны или нет? У кого была любимая школа возражений? Нет, поднимите руки. А сейчас по-другому посмотрите на это? Школа с возражениями, это утопия. Научитесь, выучите тему, у вас не будет возражений. Понимаете? Говорят мне очень часто, Шевела, ты вот кому хочешь, там все расскажешь. Знаете, почему? Потому что Шевела целый год включала просто дома компьютер и просто слушала, даже если она была чем-то занята, вебинары в записи. Потому что Шевела отдала себя в армию. Знаете, что такое армия? Это когда вы договорились с роднёй, чтобы они вас не трогали, и вы занимаетесь бизнесом до состояния голубой воды. Голубая вода, знаете, что это? На сегодня я говорить не буду. Ну, английском переведёте. Да? Вы начинаете звонить, приглашать, писать и так далее. И как только вы чувствуете, вас поддашнивает, вы сделаете глоток и ещё 10 звонков. Понимаете? ещё 10 звонков или 10 писем. Ну, упаси вас, Боже, спам. Ну, упаси вас, Боже, чтобы вы начинали ролики разбрасывать. Понимаете, да, о чём я? Сегодня все получили письма на счёт 50%. Играйтесь дальше. Кто будет 50% указывать, тот потеряет бизнес. Потому что вы лукавите. Потому что вы лукавите. есть бонус, есть скидка. Да? Есть себестоимость, по которой мы имеем возможность брать, благодаря тому, что у нас есть классная компания, которая называется Инкрузус. Понимаете? Все понимают, о чём я говорю? Замечательно. У Виктора Меняева сегодня пришёл, да разорви ты его, не развязывай, а? Вить. Он настырный. У Виктора Меняева сегодня пришёл журнальчике возражение о ресурс успеха. Тут есть статья на три разворота. Да? Почитайте, пожалуйста. Здесь и Виктора неплохая статья, и моя есть. Вы тут почерпнёте очень много полезного для себя. Если у вас что-либо может быть, это не получается. да? Это первое. Второе. Ещё хочу вам немножечко просветить что такое страсть. Что такое страсть? Страсть – это когда вы живёте тем, что вы делаете. Согласны? Да. Я знаю, что в зале есть много людей, у которых Винкрузес вместе с каким-то бизнесом. Есть такие люди? Есть такие люди? Винкрузес если вы сегодня действительно приняли решение работать в Винкрузес, если вы сегодня верите в то, что вы делаете, а зачем вы занимаетесь ещё каким-то бизнесом? Объясните мне, пожалуйста. Знаете, вот вы идёте к людям, вы так верите, верите. У меня пришёл один лидер недавно, там, в Молдавскую команду. Я так смеялась, честно, просто про себя я не сказала. Пришёл лидер, он начал звонить там лидерам с разных городов Российской Федерации. И ему один из лидеров в России говорит, я уже Винкрузес, и в команде Шевелы. Он говорит, слушай, если ты уже Винкрузес, так у меня ещё есть БАДы классные. Вы знаете, о чём я? Если вы сегодня в двух-трёх компаниях, если вы сегодня претендуете на членов совета директоров, будьте здоровы, спасибо за помощь. Если вы сегодня претендуете хотя бы на национального, интернационального или исполнительного, я не знаю, какие ваши планы. Ребята, так примите решение. Понимаете? Примите решение. А вы так, знаете как, а хай будет себе. Да? А хай себе будет. А вдруг что-то случится. А вдруг тут, как сегодня задали мне вопрос на обеде. Спасибо большое команда Виктора меня его пригласила меня на обед, потому что я сегодня была беззаврака. Вот. И знаете, женщина говорит мне одна из наших партнеров, а вот есть ли там вдруг Россия, Америка и лайнеры не выпустят? Я говорю, почему? Ну вот Россия, Америка. Я говорю, а что не выпустят? Есть Средиземноморье и слайдеры других. А говорю, что не выпустят? Не выпустят чего? Понимаете? люди ищут вот этих вот всех маленьких штучек у вас сидит в мозгах. У кого еще есть в мозгах? Вот я пока не буду, я начал приглашать, мне знакомые сказали, когда ты съездишь, потом мы к тебе придем. Придем. Не придут. Знаете, у меня, я, смотрите, я начала бизнес 1 февраля 2017 года. В свой первый круиз я ушла 16 марта 2018 года. Но за этот период, год и месяц, мне никто не сказал, ты сначала съезди, а потом мы. Мне никто этого не... Знаете, почему? У меня была стопроцентная вера и верование. Почему? Я знаю тему. Знаете, за что мне платят деньги и всем, кто их зарабатывает на первом ряду и членом совета директоров? Лично мне платят за то, что я классный попугай. А знаете, почему попугай? Я выучила тему. Я научилась работать вопросами. 4 волшебных вопроса, которые уложили 121 страну. 6 тысяч партнеров, что вы не хотите? А гости есть? А есть еще не партнеры? Здесь нет таких, не должно быть. Нету? Зайцев нету. Есть не партнеры? А есть пессимисты? Пессимистов нет, не партнеров нет. Хорошо. Первый вопрос. Вы любите путешествовать? Нет, конечно. А вы были в круизе? Да. А еще хотелось бы? Очень. А вообще скидки, бонусы, акции любите? Обожаю. Слушайте, у нас есть интересная кубная система, которая вам позволит воспользоваться неимоверно интересными скидками, которые позволят вам сэкономить ваш семейный бюджет на отдыхе. Вам это очень интересно? Конечно. Вы знаете, я в этом плохо разбираюсь, но у меня есть партнер Виктор. Можно я вас как-то познакомлю? Или в вайбер, ватсап, в телеграм, в скайпе? Потому что я недавно в этом бизнесе. Вам удобно в каком месседжере пообщаться с ним? В скайпе. Замечательно. Сегодня или завтра, чтобы он вам перезвонил? А можно повторить? Да. А радио два раза не повторяет? Да. Понимаете? Четыре простых вопроса. Кто заметил, что есть в этих вопросах? В первом вопросе лежит ключевое, то, чем вы идете к людям. Выявление потребностей. Если человек говорит, нет, я не люблю путешествовать, что вы делаете дальше? Ну, послушай! Ну, ты что ли? Ну, ты по... Нет, ты не любишь. Хорошо. Ну, ты по... Зачем? Зачем, ребят? Он не любит. Зачем он? Окей. Слушай, у тебя, может быть, есть в окружении кто любит путешествовать? Слушай, а ты можешь мне дать телефон Танике, который любит путешествовать? Все! Зачем вы уговариваете? Как я... Боже, где я была? Я уже не помню, в каком городе я была. А, в Молдове. Недавно, в Кишиневе. И женщина такая, у нее уже год не получается. Потому что причина, что я вам рассказала выше. Она стоит, вот прям, презентация уже начнется через 40 минут. Она стоит, прям, ходит, звонит, и там же, но ты приди. Но я же тебя прошу, ты только приди! Я говорю, слушай, остановись. Я говорю, женщина, говорю, вам интересны круизы? Она говорит, а я не знаю, что это такое. А путешествовать любите? Ну да. Я говорю, слушайте, а вообще большие лайнеры видели? Она говорит, нет. Я говорю, а у вас будет полчаса времени? Нет. Я бы хотела вам показать за полчаса, да? Я говорю, придите на нашу встречу. Просто там будет часовая встреча, одна по бизнесу, вторая часть, а первая вот именно по виду отдыха. Вам было бы это интересно? Да. Я говорю, правильно понимаю, что вы через 35 минут будете у нас? Она говорит, да. Что надо было ей говорить, чтобы ползать на коленях и говорить, приди? Многие из вас себя видят в этой ситуации, поверьте. Я знаю, о чем я говорю. Вы не будьте на уровне, знаете, просящих. А знаете, когда вы на уровне просящих, когда вы не верите. Представляете, вот она на уровне просящих, год всех приглашает, цели нет, ничего нет, куда приглашает, не поймет. Представляете, человеку-бизнесмену поднимает руку, мой партнер, говорит, я тебе научу деньги зарабатывать. При этом приходит с кулечком не первой свежести, которую она стирала. И так далее. Понимаете? А человек зарабатывает там нормальные деньги. Зачем этим людям предлагать бизнес? Ребят, вы определите, с чего вы хотите. Извините, может быть, я некорректна. Извините, может быть, я не так говорю, как вы бы хотели. Но я сегодня очень хочу до вас достучаться. Вы знаете, у нас много людей не платят. Есть боль? Есть. Поднимайте руки. Что, и все? А у всех платят? Хорошо. Боже. Идеальный бизнес. А знаете, почему не платят? А вы изначально не продали человеку до повышенного слюновыделения, до скрежета зубов, ступеньки Сваровских, где он будет опять с женой платьице, которое он купил. А вы не продали ему цирк дюселей? А вы не продали ресторан с официантом? А вы не продали, как на день рождения человек попадает на лайнер и его поздравляют, скальтируют весь зал и пекут его честь торт. Вы ему не продали его мечту. Поэтому у него нет интереса платить. Если у вас кто-то зарегистрировался раз и два-три месяца не платит, забудьте. Вы стратили. А еще самое страшное, вы знаете, за январь, февраль и кусочек марта я проехала очень много стран, очень много городов. И хочу сказать многим из вас остановитесь. остановитесь людей подписывать в интернете и бросать. Остановитесь, ребят. Остановитесь. Армии людей, которые брошены. Армии. До слез обидно. Армии. Потому что подписали человека и бросили. Остановитесь рекрутировать людей, если вы не собираетесь его развивать. понимаете? Понимаете, о чем я говорю? Знаете, почему у многих лидеров получается? У меня, например, в первой линии подписано только 10 человек. Только 10 человек. Почему не больше? Потому что нету времени. А если вы подписываете людей только, чтобы получить мгновенный бонус, сам прорастет, не бывает. Согласны или нет? Конечно. Да? Наверное, столкнулись с этим. Ира тоже знает, о чем я говорю. Остановитесь. И если вы знаете, что у вас там с какого-то маленького городка хочет человек вилгрузы, я никогда его не подписываю. Я смотрю, у кого там есть, я говорю, слушай, иди туда, там тебе будет классно, на тебе будут развивать, у меня нет времени. Понимаете? Если вы будете это делать корректно, честно, понимаете, не ради мгновенного, не ради матчин-блуза, а ради, в первую очередь, отношений. Понимаете? Это очень важно в бизнесе. Это очень важно в бизнесе. Кто понимает, что это важно? Как я вас люблю. Вы такие, если вы видели ваши все глаза, вот стоя здесь, понимаете, знаете, почему я еще город-директор? Потому что я очень люблю смотреть на глаза в зале. Это одна из моих мечт. Да? Я очень люблю обратную связь людей. Я очень люблю, когда то, что сеешь, оно прорастает, а вы хорошая почва. Потому что есть куда сеять, потому что вы откликаетесь на очень многие мои слова, мои реплики. Да? И у меня еще к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, на какой сегодня ответ вот жалко, что мы о шампанском не объявили. Мы в Киеве перед презентацией и говорим, у кого зазвенит телефон во время презентации, тот покупает шампанское на весь зал. Я просто забыла объявить, поэтому вам повезло, вы мне будете должны. Смотрите, вот какой у вас есть сегодня партнеры, дорогие лидеры, какой есть вопрос, который у вас болит, который не дает жить, что вы хотели еще услышать от меня, которая прошла определенный путь? А что значит помогать? жалко нет доски, я вам порисовала, как помогать. А? Все, материально. А вы вам? Мне сказали помогать. Ах, можно нам про шленов советов директоров тебе сказали? Про шленов вам рассказать? Это просто сфильм, они учите меня о жизни, а лучше помогите материально. То же самое тут. кто из вас гулязные танцы? Классно. Рекомендую, рекомендую в воскресенье найти время пересмотреть. 20 лет фильму, да, или 18? Больше, больше. Владелец сети отелей говорит, пора закругляться с отельным бизнесом, переходить на корабли. 20 лет назад. Вы знаете, что такое Incruzos? Incruzos это клуб, который позволяет нам быть причастными к невероятной индустрии. Вообще, вы шумные люди, заходим в Google. Кстати, мой любимый Google и YouTube, это два моих пацана, которых я обожаю. Два мужчины, которых я... Они умные. Знаете, одесский анекдот про Google рассказать? Да. Изя с Мойшей встречается, говорит, Изя, ты знаешь Google? Он говорит, знаю. Ой, он такой противный. Он говорит, Он как Сталин. Боже, он говорит, а при чем тут Сталин и Google? Он говорит, а что? Ты ему в окос, он тебе ссылку? Ты ему в окос, он тебе ссылку? Да? Это так, чтобы немножечко посмеялись, а то больно грустные, да? Кстати, тут есть одно место, девочки, даже два, даже три, четыре. Вот, можете пройти. Смотрите, о чем, о чем я хотела сказать. На планете Земля, сейчас не обессудьте заточные цифры, порядка 30% суша и 70% море. Все понимают, о чем я говорю? А знаете, сколько будет еще спущено на воду новых лайнеров за ближайшие 6 лет? 7? 92. А знаете, что эти лайнеры удвоят количество пассажира мест, которые сегодня есть? Знаете? А самое классное, знаете, что скажу? Смотрите, со мной или без меня, с вами или без вас, они уже будут спущены на воду. С нами или без нас, на них будут ходить люди в круизы. Понимаете? И поэтому вы сегодня должны принять для себя решение, что вы делаете в Инкрузес. Для того, чтобы принять это решение, вы должны четко знать, чего вы хотите, когда вы хотите, зачем вы это хотите, почему вы это хотите, и с кем вы будете это реализовать. Знаете, когда я начала Инкрузес, к борт-директору вернусь, в моей команде в первой линии было три человека. Это было 1 февраля 2017 год. Я была не на безоплатке, но мы договорились на берегу с Дианой Ворщенко, сейчас интернациональный директор, что в феврале нам надо поработать так, чтобы она была маркетинг-директор. Понимаете, мы с ней с утра до ночи сидели, проводили встречи. И знаете, Наташа подтвердил, Толя подтвердил, мы много рассказать не могли, мы очень во многом разобрались, знали тему, но рассказать еще, знаете как, еще не лилось, да. Что мы делали? У нас кто-то там серьезный. На встречу мы звоним Юлия Мазница, занято сбивает Ромя, занято сбивает Колесникова, занято сбивает Ра, занято Оронец. Знаете, по принципу, если вы приняли решение строить этот бизнес, и вас не пускают двери, лезьте в окно. Не пускают в окно, лезьте в дымоход. Вы поймите, это ваш бизнес, это ваша ответственность перед собой. Понимаете? И если вы приняли решение его строить, так стройте. Не ищите причину, почему нет. Найдите задачу, зачем да. Понимаете, я о чем? Зачем да. Вот как только у вас это прорастет. И вот смотрите, первое февраля, я не на бесплатке, у меня три ветки. Три. В феврале Диана становится маркетинг-директором, 39 человек в команде. В феврале 17-го года. В феврале подписалась 11-го февраля Юлия Андроник, Лилия Андроник, Лилия Андроник. Первого марта подписалась под Томой Донс, которая в моей первой линии стояла, Любочка Ефремова, да. Первого марта Люба начала развиваться. В марте у меня под командой Любы, Люба была маркетингом, под Дианой был еще один маркетинг. В апреле у меня, я не на бесплатке, чек ноль. Чек ноль. Не фассив, не бесплатка, долг капает, заплатить нечем. Мобильный телефон пополняли все, кого я знаю. Да? Я вам честно говорю, мобильный телефон мне пополняли все, кого я знаю. И Юля, и Рома, и все мои друзья, кто 100 гривен, кто сколько. Мне не стыдно об этом говорить. Знаете, не стыдно упасть, стыдно не подняться. Есть закон, если ты упал в 10 раз, то поднимись 11. На один раз больше, чем ты падаешь. Понимаете? Я знаю, о чем я говорю. И вот отвечаю вам, мужчина, как я вышла на борт-директора, да? Я вышла на борт-директора очень просто. Я работала по 12, по 16 часов в сутки. Я проводила встречи, у меня сипел голос. Я, бывало такие дни, что мне с утра, как, знаете, я проснулась, и некогда себя привести в порядок. Вечером смотришь, вот, как будто с постели встала. Я не буду говорить о конъективных подробностях. Да? Такое бывает, ребят, такое бывало. Сейчас уже не бывает, сейчас чуть-чуть по-другому, да? И на сегодняшний день я вам хочу сказать, февраль, март, апрель в моей команде в двух ветках было 7 маркетинг-директоров. 7. Я была не на безоплатке, я была, Майкл Хаджсон прилетал в нам в Киев 29 апреля 2017 года. Я была не маркетинг-директором даже. Представляете? Это мой путь порта. Но зато в мае 2017 года Наталья Шевела и Диана Борщенко в один месяц моя первая линия стали сеньор-маркетинг-директорами. И я поняла, знаете, что тогда? Знаете, почему я работала вот по 16-18 часов? Помните, я вам говорила, когда я начала бизнес, я просчитала все, что в бекабре 2017 я выйду на доход в 15 тысяч долларов. я начала искать с кем, потому что мне надо было людей вывести тоже на определенные рамки, на определенные доходы. Да? И мне было все равно, что февраль, март и апрель я не зарабатывала денег. Я видела свои 15, видела Диану на пяти, видела Любу Ефремову на пяти, так они идут сейчас. Вот они идут просто в унисон обе. Понимаете, Любочка, которая, кто ее не знает, познакомите, и женщина, которая ближе к 7-0, флиртовая, амбициозная, целеустремленная, путешественница, бизнесовая, вообще супер, понимаете? И Диана Борщенко, уравновешенная, знающая, фундаментальная, последовательная, лидер большой, понимаете? Они разные, они как два берега, они разные, но они классные, страшное дело. И вот смотрите, мы вышли, когда с ней был в мае 2017 года на Сеньора, я поняла, что стратегия, которую мы когда-то прорисовали, она работает, и уже с мая 2017 года я просто уже четко себе спланировала, когда, какого числа, мои партнеры будут выходить на ранг, сколько человек надо, чтобы у них было много безоплатников, потому что безоплатное членство в команде, я считаю, что это золотое сечение, это золотое сечение в бизнесе, потому что, во-первых, компания Incruzis получает по 100 долларов, правильно, с 5 человек, это раз, во-вторых, человек выходит на то, что он не платит свои 100 долларов, это выгодно, то есть все находятся в той выигрышной ситуации win-win, выиграл, выиграл, понимаете? Я недавно услышала такую фразу от одного из партнеров, лидеров, говорит, что компании может быть там не выгодно столько иметь безоплатников, как у тебя, Наташа. Почему не выгодно? У нас их действительно очень много. Да? У нас их действительно очень много, я считаю, что это очень выгодно, а вы как считаете? Конечно. Да? Тарасин, да ты всегда мыслишь территорией не цифрован. Хорошо, жду на борт побыстрее. Хорошо, и знаете, мой бизнес действительно спланирован, мой бизнес действительно оцифрован, все бизнесы и рамки моих партнеров, они все спланированы по дате, по достижениям, через какую призму мы это планируем? Мы планируем через достижение наших партнеров в команде. Понимаете, да? Мы планируем рост товарооборота. У нас есть только процентный рост. Мы только это преследуем, да? Процентный рост основан на безоплатном компания, которая имеет невероятно правильный маркетинг-план. Кто с этим согласен? Да. Невероятно правильный маркетинг-план. И слава тебе, Господи, что компания американская. И слава тебе, Господи, что компания сегодня хватило мудрости. когда я говорю о компании, наверное, стоит сказать майкле качествами еще сделать эту регистрацию в Антуре. Ну так, на всякий случай. Это раскрывает диапазон немножечко. Кто это понимает, да? И слава тебе, Господи, что сегодня компания держит руку на пульсе ко всем изменениям. И очень бы хотелось попросить вас, так как у нас партнеры, дорогие партнеры быть весьма корректными по отношению к компании, по отношению к постам, по отношению к поведению на лайнерах, по отношению к форумам разных самих круизных линий и так далее. Знаете, о чем я говорю? Если не знаете, спросите у ваших наставников. Хорошо? Я не буду сегодня развивать эту тему. И знаете, сегодня я хочу просто призвать вас, давайте мы будем в первую очередь беречь себя, давайте мы научимся беречь друг друга, давайте мы с вами научимся созидать, давайте мы с вами научимся брать ответственность, и давайте мы с вами научимся беречь то, что нас корни. Хорошо? кто с этим согласен? Потрясающе. Молодой человек, скажите мне, пожалуйста, я ответила на ваш вопрос? Ну, частично. А что вас в молекулах интересует? какие решения будут? Против вырабатывать? во-первых, во-первых, скажу вам искренне, да, еще пока ничего не вырабатываю, да, это об этом, наверное, Оля вам прояснит чуть-чуть больше, потому что я только по итогам января стала борт-директором, стала я борт-директором по пути, потому что я 14 января вылетела из дома и попала домой в Киев только 23 февраля, да, то есть я полтора месяца была в перелетах, как бы в презентациях, потом вот сейчас буквально 2 числа я тоже улетела из дома, меня не было, и сейчас еще только 17-го попаду в Киев, поэтому я честно вам говорю, никак, ну, еще я отдала себя в армию, когда я строила свой бизнес, сегодня я отдала себя в армию, потому что я развиваю бизнес моих партнеров, у меня 2 армии, 2 срока, я сверхуручница, контрактница, поэтому я первый раз была в Молдове, но так как мой партнер в Молдове, лидер команды Лилия Андроник, она заявила о своих планов, целях, я просто сочла своим долгом поехать, хоть раз, показать, как я это делаю, да, вот, им это понравилось, вот, поэтому я думаю, я туда поеду еще раз, потому что, когда у вас есть ваш план, когда у вас есть ваша цель, когда вы знаете, чего вы хотите, куда вы идете, зачем вы туда идете, я говорю, о вашей цели, помните, то, чего я начинала, тогда, вот, поймите, вся вселенная будет работать на то, чтобы она осуществилась, помните, я говорила, я клеила коллаж, я не ношу часы, хотя я один грузос, имею часы ролик, и, ввиду того, что я, женщина, которая немножечко, аппетитная, но это меня не портит, они на одно звено не сходятся, и у нас, как бы, в Киеве, никак не дойду к роликсу, потому, к официальному роликсу, чтобы мне это заменил, да, но смотрите, я наношу часы, я не люблю часы, представляете, почему-то на том, на том коллаже, который я делал в ноябре 16-го года, висят вот такие вот часы роликс, представляете, насколько все правильно работает, ребят, я хочу, чтобы вы понимали, если вы этого хотите, это ускорежет вашу дом, если это вас зажигает, если это вас жжет, не как факел на голову, а как, да, свечка, да, если это вас мотивирует, если ради этого вы готовы отложить, отставить, договориться с роднёй, раньше вставать, позже ложиться, если ради этого вы готовы что-то делать, вся вселенная будет работать на то, вы поймите, я себе в 16-м году написала, 113 хотелок, целей, потом, эти хотелки я там выбрала в 10, систематизировала в 3, в 4, у меня с них всех 46 исполнилось, вы будете смеяться, больше 35 по пути, я о них даже не думала, представляете, но это происходит тогда, когда же мы пишем осознанно, помните, не вот этим ничтожеством, а разумом, окей, вот, когда вы этого действительно хотите, когда вы, когда это вас торгает, знаете, вот у меня, у меня такая цель, я хочу своей команде до конца 20-го года иметь 20 бортдиректоров, ну, как-то так, мне нравится эта цифра, 2020-й, 20-й год директоров, поэтому я отдалась, это парния на деликатский, 20-й год, да, и, о чем я говорю, вы знаете, вопрос не в, ну, не в членов совета директоров, не в тех чеках, а знаете, в чем, я просто, вот чувствую, как люди поменяют свою жизнь, как они забудут о кредитках, блин, они еще там по пути забудут, как они, как они будут ходить в салоны, что-то покупать, как они будут себя радовать, как бабушки смогут то, что они хотели много лет, как они смогут наконец-то купить за 3-4 зарплаты квартиру себе отдельную и освободить детей от своего присутствия, там, когда уже этот маразматический вопрос, это, да, ну, знаете, как мужчина садится в салон автомобиля, где пахнет кожа, блин, и он прям до скрежет, а вы знаете, как он гордится собой, когда каждый сможет немереное количество раз забрать всю свою семью, вот представьте, всю семью, два раза в год вы везете на отдых в круиз, да, вы снимаете хороший отель, вы снимаете хорошее такси, которое вас там несколько дней до круиза возит, в том или ином порту, вы привозите вашу семью в каюты с Юэд, или с балконом премиум, да, вы это делаете, вот я не знаю, какая ваша цель, смотрите, когда это вы делаете, когда ваши люди делают, вы прям ощущаете их счастье, вы ощущаете их гордость, вы ощущаете их радость, как я стала гордиректором, молодой человек, именно так, потому что сегодня в нашей команде есть два интернациональных директора, это люди, которые зарабатывают от 15, да, пять национальных, которые зарабатывают от 7,5, и целая армия от маркетинг-директоров до регионала, да, их действительно очень много, и я каждому из них благодарна, но сейчас я даже в марте пофамильно знаю, потому что еще идут интернационалы, еще идут националы, у нас будет масса людей, я, знаете, я готова служить в армии, я служу ради людей, я Винкрузес, я хочу исполнить свою мечту, потому что когда-то в предыдущем бизнесе в одной из бановых компаний наверное мы с вами знакомы оттуда, у меня было 65 человек на автомобилях в команде, да, и когда я пришла в Винкрузес, я себе поставила цель, что в этой компании у меня будет более 2000 человек, которые зарабатывают от 3000 долларов и более, и сегодня я себя отдала в армию в свою цель, понимаете, да, ну цель не в деньгах, а цель в тех, я просто знаю, что это такое, да, я представляю, как каждый из них, что они будут делать с этим, вот, и у нас немножко такая чумачечья команда, она классная, поэтому я вас всех люблю, и, наверное, я закончу, и я вам всем благодарю, я хочу, чтобы каждый из вас ощупил, я хочу, чтобы каждый из вас ощутил вот это, переключи мне назад слайд, нет, а, следующий, чтобы каждый из вас ощутил финансовое соответствие как минимум две с половиной тысячи долларов каждый месяц по лидерскому бонусу, это соответствие тому, что вы человек, поэтому задайте себе вопросы, полюбите себя, будьте в себе беспощадны, будьте в себе требовательны, будьте в себе, не знаю, какие, но создайте ту жизнь, которая скажет, о, бабка была, блин, о, бабка у меня, я желаю вам счастья, я желаю вам утопать в любви, я желаю вам радости, благополучия, созидания, спасибо вам большое, дорогая Россия, спасибо вам, дорогой зал, спасибо вам, дорогие наставники, Юлия Маслица, Рома Дрыга, Наташа Котечникова, Оля Брат, Единороговна, спасибо Майкеру, спасибо, хорошего дня, с любовью, вашим братаншам. Продолжение, после перерыва, салтанат Шаймарданова из Казахстана. Настя, ты можешь подойти, нам нужен подарок для Натальи, Наташа, спасибо тебе огромное, что ты приехала, всем послезила, за вам послезилась, ребята, правда, потрясающе, салтанат Шаймарданова. Найдите, найдите таких звезд, и вам не придется работать. Наташа, а мы с тобой сегодня ночью, я вот ночью летаю, ты, наверное, утром, да, или вместе ночью? Нет, 22.40, я у нас. А, ты сегодня 22.40? А, Значит, завтра мы будем уже в Минске проводить, поэтому цветы мы не дарим, поскольку не было нам этот диван. мы хотим подарить тебе вот такой вот сладкий подарок. Худей, Наташа. Между прочим, эти конфеты 0 калорий. А тут как и написано, для похудения. Честно. Это еще и все. И я также хочу подарить Наташе билет на Тони Робинса на 4 октября. Сам и Дюйвов. Билет был уже в печатном, он распечатан, но сам был и ждет тебя. Так что спасибо тебе огромное за то, что ты посетила Москву и вот такие вещи интересные говорила. Согласитесь, ребята, да? Супер вообще. Спасибо. И также я хочу представить вышестоящего спонсора Натальи. и мою первую линию, мою, можно сказать, одну из первых звездок, которая засияла на просторах Инкрузос. Это Наталья Колесникова. И хочу предназначить вас снова. Добрый день, Олечка, большое спасибо тебе как наставнику за то, что мы есть в этом бизнесе, за то, что мы состоялись, за то, что мы несем. То, что ты рассказывала на вебинарах и доносим это до огромного-огромного количества людей. И я вышла сейчас на эту сцену для того, чтобы поздравить первого борт-директора в моей команде. Это Наталья Шавелло. Дорогая Наташенька, спасибо тебе за твою харизму, за твою сумасшедшую энергетику, за то, что ты от всего сердца с огромной-огромной любовью, темпераментом и страстью, огромной страстью, которая просто, наверное, зал. Все почувствовали себя. И сегодня она у нас действительно колоссальный заряд энергии всем, вдохновения и понимания, как нужно строить и как нужно вести этот бизнес. Дорогая моя, я тебя поздравляю. Наталья, за помощь. Какое время сейчас? 16.50. Дорогие, пожалуйста. А там. Спасибо. И я тебе дарю вот такой вот билет. Супер. Это Гопро. 2019. Это будет 10-е юбилея и это мерки. А также это приглашение для патрульства на получение визы. И там билет. Спасибо. Спасибо. Классно. Спасибо. Спасибо. Давай. Ты еще подарила ему сериал. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот такую, как подарок. Классный подарочек. Спасибо. Спасибо. Нет, не надо. Фотографируйте меня, Олечка, иди сюда. У журнальчик той, чтобы было видно, что я вам подарила. Так. Вот она память, жду в личке. Спасибо большое. Спасибо всем. Я вас обнимаю, целую, благодарю, марию. Спасибо вам. Друзья, сейчас отключусь. И через некоторое время будет здесь же по другой ссылке, правда. Но смотрите на канале. Трансляция будет выступление Салтанат из Казахстана. Члены Совета Директоров. Так, друзья, спасибо большое. А может у нас не будет перерыва? Сейчас посмотрим. Если не будет перерыва, не буду отключаться. Есть такое выражение. Сейчас мы покажем ролик. Саша, ты готов, да? Да, дох. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. На ту информацию, которая будет в этом ролике. Похоже, не будет, переживу. Я потом тоже немножечко расскажу. Потому что это последняя поездка... Ну, не последняя, а заключительная, можно сказать, да? Поездка на Гоу-Про в Америку. И я сейчас тоже немножечко расскажу об этом. Ролик. Давайте посмотрим. А свет у нас будет выключаться? Нет? Идет? Не все видно вроде. Вот там вы будете в декабре месяце 2019 года. Сто процентов обещая, если не закланируете. Это отель Белланджо. Это новогодняя позиция. Чтобы готовы вам показывать видео. Да, это позиция. В интернете, кстати, меняется позиция. Сейчас это... Это самое великолепное шоу в Лас-Легасе. Нам про него говорил Майкл в прошлом году. Ну, в 17-м, когда мы были. Мы не попали. Но в этом году мы сделали все, чтобы там побывать. Это просто невероятно вообще. Это не даже невозможно представить. Это в отеле происходит. Посмотрите, внутри в отеле. Можно сказать, в лоббе. Вот такие вот представления проходят. То есть Лас-Вегас это что-то вообще невероятное на самом деле, да? Это ночной Лас-Вегас. Мы уже поняли, да. Это отдельная песня. Зазывают. Это Universal Studio. Да, по-моему, Universal. Вот такие представления вы сможете посмотреть. Все побываете в Лос-Анджелесе. Лос-Анджелес буквально 50 минут от Лас-Вегаса. И после Лас-Вегаса мы обязательно отправляемся туда. Это Гранд Каньон. Поездка, поет на вертолете. Было очень страшно. Первую жизнь я летала на вертолете. Вот это могущественный Гранд Каньон. И он находится тоже рядом с Лас-Вегасом. Буквально там 2 часа езды на автобусе. Экскурсия туда стоит 100 долларов. А это узнаете что? Кто узнал? Санта Кармора. Представляете, она тоже рядом с Лос-Анджелесом. 2 часа езды. Помните эти армии, да? Когда вы засматривались этим фильмом. Беверли Хиллс в Лос-Анджелес. Лос-Анджелес. С высоты полета, да? Музей восковых фигур. Мадам Тюсо. Музей называется. Тоже все это посмотрите. Голливуд. Побываете на этой вершине Голливуда. Пройдетесь по аллее звезд. Вот так оно выглядит, друзья. Мы ожидали немножко другое. А это Голубро. Это лидеры Испании. Это люди, которые первыми начали вообще продвигать инкрузы в мире. И вот это само мероприятие Голубро, где было всего 5 тысяч человек, а будет 30 тысяч. Это просто потрясающий лидер, тренер Джон Максвелл. А это долларовые миллионеры, которые выходят на сцену, которые присутствовали на Голубро. Все эти люди, посмотрите. Обычные люди на самом деле. Ну и последняя фотография была заключительная. Мы делаем ее вместе с Майклом. Мы надели солнцезащитные очки, потому что нас ждет с вами ослепительное будущее. Вот такой вот ролик. Можно поаплодировать и по финалу. Вот. Сделала для вас сама. Спасибо. Спасибо всем большое. А вообще есть люди, которые собираются в Лас-Вегас? Поднимите руки. Это все те, которые не попали в этом газу, да? Или все те, которые уже не попали. А кто был уже... Так, что заехал у меня такое? Кто был уже на Боу-Про? Встаньте, пожалуйста. Прям встаньте. Видите, как мало людей? Вот в этом зале всего три человека, да? Которые были. Три человека? Нет, ну побольше. Анастасия, Никита, ну Ларису вижу, да. Ну сколько я была там? Ну человек шесть-семь, не больше, да? Наверное, в этом зале. 500 человек. Представляете, сколько мы билетов приобрели для того, чтобы вы туда поехали? Кто догадается, там и билет в подарок. 500! 500! Смотрите, у меня два человека сказали 500. Да, кто еще 500 сказал? Встаньте, встаньте. Ну кто знал, нечестно, да, давайте. Кто знал, вот так, честно, высадитесь. Кто не знал и сказал 500, встаньте. Вот вас сколько человек? Раз, два, три, пять, да? Пять или сколько человек? Ассистенты, помогите, посчитайте. Вы ко мне подойдете во втором перерыве, и мы с вами среди вас разыграем один билет на GoPro. Я участвую! Молодцы! Значит, что нужно для того, чтобы туда поехать? Вам нужно уже, собственно говоря, тем, кто не выиграл, кому не повезло, но на самом деле билеты стоят недорого. В этом году они стоят дешевле, хотя на сайте они уже стоят гораздо дороже, и с 1 апреля будет повышение цен, поэтому я вас всех призываю приобрести эти билеты в марте. У вас будет очень много времени для того, чтобы сделать визы. Но для того, чтобы сделать визы в Америку, вам нужно сначала сделать либо шенген, что мы советуем, потому что у нас здесь есть Ратмир, я его сегодня видела. Ратмир, встаньте, пожалуйста. Вот благодаря Ратмиру мы, кстати, сделали несколько виз в Америку. Это человек, который давно занимается американскими визами, много-много лет. Делали мы это через Польшу. Также нам подсказали, есть еще вариант через Чехию, но вот через Ратмиру мы делаем это через Польшу. То есть вам нужно шенген иметь для того, чтобы поехать в Польшу, пройти собеседование. Там есть даже переводчик, можно русскоязычный. Лариса ездила в Польшу сама, и она проходила на русском языке собеседование в Варшаве. Через Ратмиру мы даже, у нас там у него есть переводчик и собеседование, вот Никита Родниченко, он проходил собеседование на английском языке через переводчика. Почему можно это сделать заранее? Потому что если вы даже приобретете билет, и если вам не дадут визу, ну, мало ли, да, вы всегда сможете этот билет потом передать кому-то. Для этого нужен какой-то вот, ну, какой-то временной отрезок. Вот. Это то, что касается GoPro. Я очень хочу, чтобы мы вывезли огромную команду. В этом году Донио Мартинес, это человек, который приехал первый раз на GoPro, и у него статус, по-моему, был не тот директор, а маркетинг-директора, то есть это вот 300 долларов зарплата. И он, сидя в зале, видя вот это мероприятие огромное, он сказал, я на следующий год буду выступать на сцене. Я, например, себе такого не запланировала. Ну, во-первых, отсутствие языка, потому что на сцене в GoPro выступают только те люди, которые знают английский язык, поэтому есть еще один, как бы, одна мотивация, да, для того, чтобы учить язык. Вот. А он запланировал, сидя в зале маркетинг-директором на галерке, он сказал, я на следующий год буду выступать на этой сцене. И он выступал. И вы можете найти его, Антонио Мартинес, это пятый член совета директоров нашей компании. Он закрыл этот статус в феврале 2019 года. То есть четыре девушки и один молодой человек. Ему 29 лет, они начинали бизнес в Валенсии, это Испания, затем, значит, перекинулись на Латинскую Америку, там Аргентина, Бразилия. В общем, они очень хорошо осваивают рынок именно испаноговорящий, и сейчас Корея, это тоже их команда. Вот. В нашей команде, наверное, больше 150 стран. Если взять моего наставника, Ирину Аронец, мы все в ее команде находимся, то вот я думаю, что у нее будет высвечиваться цифра, что больше 150 стран во всей команде русскоязычной. И представляете, то есть в нашей команде есть люди, которые говорят на разных языках. Вот. Ну, а сейчас немножечко о себе. Значит, кто меня не знает, кто меня видит в первый раз, поднимите, пожалуйста, руки. Да, достаточно много людей. Интересно. Меня зовут Ольга. Я этот бизнес начала 17 марта 2016 года. Сегодня у нас какое число? 15. 15. 17. Где я буду? В Киеве. В Киеве. И я буду праздновать трехлетие, да, как я вступила в этот бизнес. И я оплатила точно так же, как и вы. Я стала членом клуба и также приобрела франшизу. И поэтому вот, наверное, не случайно в Киеве, потому что Киев, ну, вообще Украина, это одна из первых стран, которая начала очень-очень-очень активно продвигать наш бизнес. То есть пока мы сидели в интернете, проводили встречи, девочки очень активные с Украиной, и мальчики в том числе, они сразу же поехали по городам, по регионам, и, собственно говоря, многому даже нас в этом плане научили. Они первые пригласили, догадались пригласить Майкла Хачицына в Украину. Вот, я думаю, что он тоже не планировал ездить, устраивать какие-то ивенты, большие мероприятия. То есть он тоже думал, что у него будет такая онлайн-компания. На самом деле очень много мероприятий вот таких живых с участием президента провели мы и в прошлом году, и в этом году также планируется. В августе Казахстан планируется, по-моему, Узбекистан, Киргизстан, в общем, вот эти вот страны, но по поводу Москвы пока не знаю, по поводу Киева, думаю, что тоже будет и Киев, и Минск. Ну, здесь недалеко, можем сесть и долететь, во всяком случае в Минск, если что, да, ну и в Киев тоже без проблем. Итак, началась 17 марта, скоро три года, три года пролетели просто как один день, ну вот просто как сплошной большой праздник, честно скажу. Хотя в празднике тоже бывают моменты, да, когда что-то где-то не ладится, кто-то что-то забыл на стол поставить или еще что-то, да, то есть мы делали эту компанию, она росла на наших глазах, мы видели всех лидеров, которые росли также на наших глазах, мы знаем их всех, мы встречаемся с ними в круизе, я имею в виду испаноговорящую нашу команду. И начинали мы, буквально вот расскажу историю, да, то есть когда это писалось, сначала я приняла решение, скажите, вот руки поднимите те, которые говорят, я сначала пять человек найду, а потом я вступлю. Кто-то говорил, признайтесь, но поднимайте руки, я знаю, что вы есть в зале. Вот, когда мне так говорят, я говорю, не пойдет. Я прям сразу очень резко достаточно останавливаю и говорю, это невозможно. Почему? Я говорю, пока вы не продадите бизнес себе, за вами ни один человек не пойдет. Идите, изучайте, смотрите. Я не знаю, сколько нужно вам времени, столько и берите его, да, но вы должны полностью принять решение, вы должны сначала купить этот бизнес самостоятельно, сами, да, вот самому себе продать его. И только потом вы имеете право открывать рот, да, и что-то кому-то рассказывать. Поэтому сразу же этим людям говорите вот такие вот вещи. Или можете также им сказать, что ну хорошо, отлично, ты здорово придумал. Так твои пять человек, они же повторят тебя, у нас же бизнес-дубликация, они что пойдут делать? Они пойдут искать своих пять человек, а те пять человек пойдут искать своих пять человек, а те пять человек пойдут искать своих пять человек, и так вы останетесь там, где вы сейчас стоите, на том же самом месте. Поэтому это первое, что вы делаете. Очень хорошую фразу Наташа сказала, спасибо, да, что у нее нет возражений. Да, я тоже научилась проводить презентации таким образом, что у меня тоже нет возражений, нет каких-то вопросов. Вот последняя моя презентация была 15 минут. Вы знаете, что по вторникам у нас проходит обучение в компании? Кто присутствует во вторник на обучении, которое проводит президент? Ну, не все. Я хочу сказать, пожалуйста, имейте в виду, что каждый вторник в 19 часов наш президент Майкл Людмила Цудзевич, который у нас директор по развитию именно всей компании, также мы участвуем, члены совета директоров. Мы проводим для вас обучение в 19 часов. Майкл нам рассказывает о каких-то новостях, то есть то, что актуально сейчас для нас всех. А в 20 часов я провожу вебинар. И я надеюсь, что другие члены совета директоров меня подхватят. Я уже давно жду, когда мы все-таки начнем регулярно, тоже 2-3 хотя бы раза, чтобы члены совета директоров регулярно, каждую неделю, один раз в неделю, также проводили презентации. Наташенька, если ты меня слышишь, у меня не очень зрение хорошее, я надеюсь, что ты тоже примешь эстафету и тоже будешь проводить. То есть в 20 часов во вторник я провожу вебинары. Итак, начали мы работать. Продала я сначала себе бизнес, купила его на последние деньги с двух кредитных карт. Одна сумма у меня была, последняя уже сумма на кредитной карточке у мужа, и одна была на моей. И вот таким образом я оплатила свой контракт, начала работать. Как только мы начали работать, компания объявила, что в октябре месяце будет первый круиз, и не было возможности отложить, сказать, ну я потом когда-нибудь поеду, потому что вот, ну как, есть такие, да, все-таки моменты. Некоторые люди так говорят. У нас вариантов не было. Нам президент сказал, что вот будет круиз, и мы должны там быть. И мы 12 человек, несмотря на то, что мы заходили на последние деньги, мы сразу же начали копить себе на круиз, и мы сразу его забронировали. Да, у нас было 12 человек, практически все в бизнесе. Есть кто-то в зале, кто был в этом круизе, да, в первом круизе. Оля, да, Оль, встань, пожалуйста. Я вам хочу, пользуясь случаем, тоже представить свою любимую команду. Это первый человек практически, который подписался ко мне, который не раздумывая, она сразу же согласилась, потому что она живет в Швеции, потому что она видит эти корабли, но ни разу на них не была. Она не думала, что мечтать-то мечтала, но она не думала, ну вот, знаете, как бы, ну вот есть корабль, есть, а то, что вот реально туда можно попасть на него, что можно стать пассажиром, а не просто обслуживать тех людей, как Оля обслуживала, да, возя на своем микроавтобусе вот этих вот туристов, то есть, представляете, то есть она работала, возила людей с этого корабля, американцев, но о том, что она сама имеет право на то, чтобы там быть, чтобы отдыхать, чтобы ей там прислужить, обслуживали, да, ее там увлажали, ее развлекали. Вот она об этом не задумывалась. И, конечно же, как только я сделала предложение, она согласилась сразу. Так, что-то я хотела тебе сказать. Да, по поводу того, что в первом круизе мы были. Это действительно было потрясающее мероприятие, потому что мы очень волновались. Мы переживали, как нас встретит президент. Понравимся мы ему, да, или не понравимся. Он вообще, как бы, практически впервые начал работать с русскими людьми. Он до августа месяца 16-го года, когда наши девочки встретились с ним в Праге, он вообще признался, я могу сказать, первый раз вижу русских людей живых, представляете, насколько, хотя всю жизнь мечтал попасть в Россию, да. Вот, мечта его сбылась. И вот мы, конечно, 12 человек, мы напитались вот этой вот верой, да, в компанию. Мы задавали столько вопросов. Очень много было еще, ну, как нам сказать, в компании маленькой, это вот как родившийся ребенок, да. Самый трудный, самый трудный год, это первый год его жизни. Вот тут у нас есть ребенок, да, и родители знают, что самый трудный год, это действительно первый год. Мы много пережили. То, что вы сейчас имеете, это просто бриллиант уже в огранке. Потому что, когда мы заходили, маркетинг был совсем не такой. И мы шли не на маркетинг, я лично шла не на маркетинг. Я шла на то, что осуществится моя мечта, что я буду опять на круизном лайнере. А первый раз я была в 12-м году, очень сильно боялась и качки, и утонуть, и Титаник, и все на свете смешалось. Но ехала большая команда, и я там тоже была лидером в этой компании, и я не могла туда не поехать. Я взяла сына с собой, и мы поехали. Мы потратили тогда за вот круиз 3000 долларов стоила каюта на двоих. И когда я пришла в наш клуб InCruzos, и когда я просто открыла базу и посмотрела, вот по базе, которую вы сейчас имеете, да, вот даже просто обычная туристическая база, я увидела этот круиз намного-намного дешевле. Вот, поэтому каким-то образом, может быть, он подешевел, потому что кораблей, естественно, стало больше, и вполне возможно, да, там, с 12-го года. Но, во всяком случае, повторюсь, что я пришла не на маркетинг, не на кружочки, хотя я надеялась, да, что я тоже смогу здесь заработать, как и вы, да. Многие надеются, что могут здесь заработать. Вот я пришла с такой же надеждой, но я пришла с уверенностью, что 5 человек у меня будет 100%. У меня не было ни одного сомнения, что я с 96-го года, занимаясь сетевым бизнесом, конечно, я уходила в традиционный, он у меня сейчас как бы, да, существует, ну, такое уже на издыхании, да, на полном. Вот, но, тем не менее, я всегда знала и верила, что 5 человек я точно приглашу. Вот поднимите руки, у кого сейчас нет еще 5 человек, что вы точно сможете пригласить 5 человек, да. Хорошо, опустите. А поднимите руки те, у кого есть уже 5 человек, кто является бесплатным членом клуба. Вот посмотрите, остальные люди, ведь это же реально абсолютно. У меня есть, например, партнер, который бесплатное членство делало год. А есть партнер, который бесплатное членство у вашей там, по-моему, да, в Уральске? В Уральске. А Рита, Рита Доуенова, нет? Я сделала за 2 часа. Рита Доуенова сделала за 2 часа бесплатное членство. Я на всех встречах всегда про нее рассказываю, потому что, ну, просто невероятная девушка. Просто, ну, я не знаю, ее даже трудно описать, да. Она невероятная, на самом деле. А? Сколько звонков? 5, наверное, я думаю, звонков. 5 звонков, да. 5 звонков, 100% выход. Вот это то, что она несла, представляете, сквозь телефонный там разговор и так далее. Вот. Так что желаю вам, чтобы вы именно вот так достигали бесплатный членство. Оно у вас обязательно будет. Итак, мы начали работать. Сначала мы начали, я начала работать по скайпу. У меня было достаточно много контактов, контактов в скайпе. И сейчас они есть. Не все доработанные, потому что уже руки не дошли. Повезло тем, до кого я достучалась в самом начале. Да, сейчас, к сожалению, уже нет времени. И мы начали проводить встречи. И через полтора месяца у меня было в команде 6 человек. По итогам апреля было 6 человек. По итогам мая было 12. По итогам июня было 22. По итогам июля было 42. И я закрыла статус маркетинг-директора. Я помню, что очень сильно радовалась, потому что это были первые деньги, которые действительно получены уже как в виде зарплаты. То есть вы получаете этот бонус, независимо от того, личного, пригласили люди или нет. Это уже как ваш доход такой пассивный. Дальше. На следующий месяц 88 человек. На следующий месяц 157 человек. Это был сентябрь 2016 года. И вот с таким результатом член... Член совета, как говорилось, да? Сеньор маркетинг-директор. Мы отправились в круиз. Мы стояли на сцене. Вот Джонатана я показывала вам. И я, и нас президент поздравлял именно с этим статусом. Затем через месяц уже был следующий статус. Ну и так очень достаточно быстро мы прошли. Вот эту я прошла карьерную лестницу. Я думаю, что если бы компания знала, что она придумала, то, наверное, карьерная лестница была бы гораздо больше. Но во всех компаниях принято, что обычно самая такая верхняя ступень это будет приблизительно как наш член совета директоров. Сейчас 5 членов совета директоров. У всех очень разная история. У всех разное образование. У всех разный возраст абсолютно. И я хочу привести пример обо компанию, которая занимается подобный продукт у них. Конечно, не буду называть. Компания существует уже больше 10 лет. И там за вот это время, по-моему, 14 лет, у них 62 или 63 долларовых миллионер. И представьте себе, сколько вакантных мест в нашей компании именно членов совета директоров. И подумайте, а вообще вы можете претендовать на это место? Что у вас есть такое, что вы имеете право, что вы заслуживаете? Возможно, у вас несколько образований. Вы прошли, может быть, огонь в воду, там, медные трубы. Вы выступали на сцене. Вы руководили каким-то отделом. Вы там имели бизнес и так далее. У вас очень много всего, но оно как-то вот не складывалось, да, на протяжении всей жизни. Вот здесь, если вы все-таки серьезно отнесетесь и, самое главное, поверите в то, что это возможно, для того, чтобы поверить, что нужно делать, нужно смотреть историю долларовых миллионеров. Открывайте сайт Business for Home и посмотрите, ну, так и пишется Business for Home, посмотрите, сколько людей зарабатывают от 100 тысяч долларов и выше. Там, по-моему, 200 человек в список в мире, да, людей, которые зарабатывают от 100 тысяч долларов в месяц. Это все сетевой маркетинг может вам дать, потому что это уникальная система, как бы ее ни хаяли, как бы ее ни ругали, но это действительно самая, наверное, справедливая система, потому что здесь вы, прежде чем что-то получить, вы начинаете очень много отдавать. И у нас не преуспевают те люди, которые не умеют отдать, прежде чем получить. Сколько мы сидели, Наташа, ночей, мы не знали, во что это выльется. Мы Рому-другу приведу, да, который живет в Донецке, и которому мы позвонили, сказали, Ром, представляешь, в путешествиях на круизах, он сидит под бомбежками с инвалидом, мамой, да. И в этом человеке не умерла вот эта вот мечта, да, желание, чтобы что-то изменить в своей жизни, несмотря на то, что вот он оказался в такой ситуации. Два месяца упорной работы, буквально часовые там, я не знаю, по 10, по 12, по 14 часов работы, практически впустую. И за последние два дня у Ромы подключается 6 человек. Вот так вот, вот так мы делали этот бизнес. Поэтому, если вы не делаете тех усилий, которые, ну, делали мы тогда, у вас ничего не получится. Вам нужно именно иметь страсть, понимаете, страсть к этому делу, к тому, что вы делаете. Кто-то наханил, нагрубил. Я не могу забыть одну ситуацию. Я звонила тоже людям по скайпу, и один мне говорит, а что вы мне можете предложить как спонсор? Или вы хотите присосаться ко мне, как пиявка? Я такая обомлевшая, проглотив там, значит, кусок обиды, да. Я не стала удалять этого человека из базы, то есть, да, я не стала такой, знаете, девочкой такой, ах, дёрнулась такая. Нет, я всё время про него помню. И я действительно задумалась, а что я могу предложить? Да, я вела классные презентации на моих презентациях. Огромное количество людей пришли в эту компанию. Ну, практически все вы, наверное, практически пришли, да, с моих презентаций. Но до этого момента, до того, чтобы вести эти презентации, я прошла тоже огромный путь, да. У меня театральное образование. Я 10 лет занималась свайпами. То есть я, в принципе, умела уже держать публику. Я научилась разговаривать и проводить какие-то, ну, вебинары там в других компаниях. И здесь просто всё сработало. Поэтому вспомните всю свою жизнь, что вы умеете, какие у вас есть навыки. Соберите это всё, да, и просто, ну, начните делать. Потому что если вы не начнёте делать, все ваши навыки только останутся вашими навыками. Очень обидно, когда человеку в этой жизни даётся очень многое. И я много встречала таких людей на своём пути. И вот смотришь, действительно, вот всё дано человеку, да. Но почему-то он не использует свои таланты. И, как бы, не буду говорить, достаточно близкий мне человек. Просто обидно бывает, да, что ты знаешь, что у человека огромный потенциал, но, к сожалению, нет вот какой-то, знаете, цели. Цели нет. А Наташа о чём говорила, это самое главное. Моя цель была вытащить мою семью из того долга, в котором мы оказались. Я вам рассказала про две кредитные карты. Их было не две. Был ещё большой долг, 2,5 миллиона. Была семья, как бы, да, в долге. Был бизнес практически ничего не приносящий, потому что кризис 2014 года очень сильно, как бы, да, уронил вот этот, ну, наш бизнес, которым мы занимались. То есть много всего было, что было совсем плохо, но было огромное желание, огромная цель вытащить всю семью и, как бы, поменять вообще всё вокруг себя. И, собственно говоря, вот будет эта цель, значит, у вас всё получится. Дальше, что произошло дальше, дальше был следующий круиз, затем следующий, следующий, как бы, статусы росли, всё замечательно. Но, действительно, самое главное, несмотря на то, что я, допустим, стала членом совета директоров в апреле 2017 года, я понимаю ответственность за каждого человека, которого я пригласила лично, во-первых, да. То есть моя цель именно довести тех людей, которые лично мною приглашены, всё-таки, ну, как минимум до бесплатного членства, потому что я всё время об этих людях думаю. И также я понимаю, что сейчас наша работа, она удваивается. То есть после того, как вы становитесь членом совета директоров, у вас появляется другая ответственность, другая обязанность. Да, вы можете почивать на лаврах, вас никто не заставит работать, но ваша внутренняя, как бы, благодарность, да, если вы умеете быть благодарным тем людям, которые, собственно, и помогли, да, к тому, что вы стоите на сцене, она не даст вам покоя, она погонит вас в другие города, в другие страны, и вы поедете, потому что вы понимаете, что вам нужно поднимать других людей, потому что, ну, как бы, часть, да, ну, вы часть их, собственно говоря, тоже в том числе трудозатрав. Ну, если так сложно, я, может быть, выразилась, надеюсь, вы поймёте. Что дальше произошло? Многое, что произошло, я сейчас не буду на этом уже останавливаться, немножечко вы со мной познакомились, я немножко расскажу вам несколько навыков, да, так, которые вы должны иметь. Смотрите, сейчас очень всё просто. Когда-то, когда я начинала тоже в сетевом бизнесе работать, продавали кассеты, стоили они недёшево, продавали их вот на таких мероприятиях люди, которые, ну, так я их называю, около сетевого бизнеса. То есть у них в сетевом ничего не получилось, и они начинают, как бы, промышлять около сетевого, да, они там продают книжки какие-то, пишут, может быть, даже книжки, ещё там что-то делают, тренинги какие-то проводят, но у самих результата нет. И вот эти люди продавали всегда кассеты, книги очень дорого, и мы покупали эти кассеты, и мы давали людям посмотреть. Вот с такой кассетой, собственно говоря, я пришла в сетевой маркетинг, она сработала для меня. Мне дали её и сказали, ты когда посмотришь эту кассету? Я сказала, сейчас приду, поставлю видеомагнитофон и посмотрю. 10 минут шла кассета, решение было принято навсегда, что я точно буду в сетевом маркетинге, ну, успешным, успешным человеком. Но прошло 25 лет, прежде чем это случилось, или там 20 с лишним. Поэтому когда это может случиться? Это 100% случится, если вы точно уверены в этом. Итак, сейчас не нужно покупать кассеты, сейчас не нужно их раздавать и терять, и там их не возвращали, естественно. Потом диски стало проще, мы раздавали, да. Сейчас есть ссылка. Смотрите, когда вы даёте человеку кассету, и если это человек ответственный, он понимает, что эту кассету ему нужно вернуть, и либо он её не берёт, ну, если он ответственный, да, либо он её берёт, и, естественно, он её смотрит, и он ещё думает о том, как её вам вернуть. Сейчас у него нет ответственности за то, что вы послали ему ссылку, да. У него абсолютно нет ответственности смотреть то, что вы ему послали. Поэтому то, что вы посылаете, этого делать не надо. Вы должны как бы создать вес, как будто вот эта ссылка, она превратилась у вас в кассету, то есть физически такой вес вот этой вот ссылки. Что вы должны делать? Вы должны быть 100% уверены, прежде чем вы посылаете ссылку, что этот человек посмотрит её. И прежде чем дать её, вы говорите, я хочу тебе отправить ссылку, но мне нужно точно знать, что ты её посмотришь. Если человек говорит, нет, у меня нет времени, вы говорите, хорошо, окей, до свидания. Но мы такие создания, создания, что мы очень любопытные, любознательные. И когда нам какую-то интрижку создают, да, человек таким серьёзным тоном говорит, что я тебе не дам, если ты не откроешь, потому что для меня это очень важно, то вы говорите, ну хорошо, раз так для тебя это важно, хорошо, присылай, я тебе обещаю посмотреть. Тогда вы следующий вопрос задаёте, запишите, пожалуйста. То есть первый вопрос. Я дам тебе ссылку, но мне нужно быть уверенным, что ты её обязательно откроешь и посмотришь. В противном случае я тебе её не дам. Ну там сами перефразируйте. Перефразируйте. И второй вопрос. Прежде чем дать, вы сразу спрашиваете у человека, а когда ты сможешь её посмотреть? Чтобы точно человек сказал, завтра вечером сможешь посмотреть? Хорошо, завтра посмотрю. Я тебе сразу же позвоню. Восемь часов ты сможешь посмотреть то, что я тебе отправил? Хорошо, восемь часов, к восьми часам я посмотрю, я тебе позвоню. То есть вы прежде чем дать, вы должны быть уверены, что человек её посмотрит и сразу же договориться, когда вы позвоните после того, как он её посмотрит. Восемь часов вы звоните, спрашиваете, ты посмотрел? Посмотрел. Скажи, пожалуйста, что тебе понравилось? Человек начинает говорить, понравилось, не понравилось, может быть, не понравилось. Неважно, что он вам отвечает, вы задаёте вопрос. Скажи, пожалуйста, по шкале от 1 до 10, вот скажи, насколько тебе понравилось от 1 до 10. Даже если человек говорит, мне не понравилось, вы всё равно задаёте этот вопрос. По шкале от 1 до 10, что тебе, ну, назови мне цифру, да, вот по этой шкале. Человек называет вам цифру, и дальше вы понимаете, то есть если это 1, то, конечно, это очень такой прям совсем холодный, да, человек, которому мало что понравилось. Но если это 7, 8, 9, 10, это 100% как бы ваш человек, он уже практически готовый. Единственное, нужно просто развить его какие-то сомнения. И если он говорит 1, вы всё равно спрашиваете. Есть такое выражение, если, допустим, смотрите, то есть если я расскажу тебе о том, что ты через полгода будешь отдыхать на круизном лайнере Royal Caribbean, 5 звёзд, там будет серфинг, там будет скалолазание, там будет ледовый каток, ты будешь с женой. Ну, там через полгода, или через год, можете сказать, ты будешь с женой, ты будешь с детьми, и ты будешь там абсолютно бесплатно, то ты как бы готов меня послушать информацию? То есть вот так начинаете разговор. Скажи, если я тебе скажу, что через год ты будешь зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц, при этом уделяя время, там, 5-10 часов в день, ты готов меня послушать? Ты готов выслушать то, что я тебе скажу? Вот, вот очень вот это вот используйте, то есть если, то дальше, дальше по полу дараторского мастерства. Вы дали ссылку замечательно, человек её посмотрел. Но если вы не научитесь разговаривать, если вы не достучитесь до сердца человека, потому что он, представляете, он в нирване находится, у него дети, дом, работа, там интернет, почта, я не знаю, там, всё что угодно, да, ну, просто сплошной ужас вообще, да. И вот сквозь этот ужас вы должны пробиться. Если вы не найдёте ту точку, вот, в которую вам нужно ударить, то вы не пробьётесь сквозь вот этот панцирь. Для того, чтобы пробиться в эту точку, вы должны задавать вопросы, правильные вопросы, да. Вы должны понять, что человеку надо, вы должны почувствовать вот эту вот точку, да, в которую вы сможете проникнуть в его сердце сквозь вот это вот, как бы, всё, что окружает нас, просто огромный ком вот этой информации. Поэтому научитесь задавать правильные вопросы, научитесь делать красивые презентации. Эрик Воро сказал на Гоупро, Эрик Воро это человек, который создал Гоупро 10 лет назад, то есть 10 лет назад, ну, его не было 9 лет назад, 10-ю годовщину будем праздновать в 19-м году. Просто человеку пришла идея, он увидел, наверное, огромный зал, сейчас будет 30 тысяч человек со всего мира, с Австралии даже люди летят в Америку, это больше суток, там, по-моему, чуть ли не 2 дня они летят, вот. И он увидел этот зал, он увидел о том, что он может дать это людям. И, ну, то, что вы получите, конечно, на Гоупро, это просто вас точно изменит. И он сказал, однажды мне сказали, что человек с маркером зарабатывает самые большие деньги в сетевом маркетинге. И он говорит, я пошел, купил себе маркер. Купите себе маркер, да, и научитесь делать презентацию, это образно, конечно. Без этого, без того, что вы не сможете доносить мысль свою, правильно оформлять презентацию, правильно мысли излагать, правильно разговор строить, конечно, ссылка, она может сработать. Но самое главное, вот, то, что вы должны уметь и презентовать. Чтобы этому научиться, что нужно делать, как вы думаете? Налетать нужно, часы просто налетать. Вы просто берете и начинаете делать. Плохо получается. Первую презентацию записываете, можете не смотреть, потому что это будет ужас, конечно. Вы можете просто, знаете, это может вас убить навсегда. Потому что вы посмотрите и скажете, все, пошли никогда. Не надо не смотреть. Вы просто запишите и положите. Посмотрите ее где-то через месяц, да. Вот. И вы поймете, насколько вы выросли, потому что, ну, через месяц так же запишите. Поэтому навык ведения презентации очень важен. У нас сейчас перерыв с вами. И нас, у нас салтанат прилетело, никто не знал. Где она? Красотка моя. Ну, у меня зрение не очень хорошее. Я тебя рада видеть, да? Отлично. Смотрите, у нас мы планируем перерыв, но мы не хотим терять время. Поэтому люди, которым нужен перерыв, вы можете встать тихонечко там, попить водички и там еще что-то, какие-то дела сделать. Сейчас я хочу дать слово человеку, который очень классно проводит как раз тренинги по ораторскому мастерству. То есть это во время перерыва. Вот. Он вам сейчас расскажет. Александр где у нас? А, ты здесь, да? Вот. Он действительно провел несколько тренингов. Ну, давайте пять минут мы дадим, чтобы вы вышли кто-то. А кто останется? Я. 15. Хорошо, давайте тогда 15 минут, да? Мы сократим перерыв, вместо 30 сделаем 15 и послушаем Александра, человека, который действительно может многому вас научить. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...